Зима Мормонские студенты сыграли в тек-регби, а любители шахмат собрал вместе турнир «Полярный гамбит», призовой фонд которого состоял 250 тысяч рублей. Подробнее в новом выпуске программы «Городские хроники». Зима в Мормонске решила поставить жирную точку. Календарный ее сезон заканчивается, и жители региона, кажется, расслабились. Мягкая и бесснежная она выдалась в этом году, но не тут-то было. Дыхание Арктики в Мормонске почувствовали еще 27 февраля. Метель, снегопад, порывистый ветер крепко накрыли город. На основные магистрали они в приоритете высшего техника. Работы у дорожников теперь на дни вперед. У нас за сутки выпала примерно половина месячной нормы. Снегопад не прекращается. Мы ожидаем, что в ближайшие дни тенденция сохранится. Поэтому городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Специалисты УДХ, подрядные организации работают, не прекращая в течение всех суток. Сейчас на улице города 98 единиц специальной техники и примерно 150 человек, которые занимаются расчисткой лестниц, расчисткой тротуаров. Водителям в такую погоду стоит быть особенно внимательными. Так, на проспекте Кирова в районе МГТО поперек дороги развернуло фуру. И если движение автомобилей этот ТТП лишь замедлило, то, например, троллейбусы встали наглухо. Учитывать дорожную обстановку стоит и водителям, решившим добраться из Мормонска в другие населенные пункты. На Ленинградке автомобили временами выстраивались в пробке. Но хуже всего пришлось счастливчикам, решившим в это время посетить Териберку. Новостные ленты переполнили сообщения об авариях. Что творилось на трассах, легко представить по видео из сообщества «Дорожники Териберки». Попивая чай на берегу Ледовитого океана, помимо прекрасного, стоит думать и о возвращении к цивилизации. Так вот, его, как говорят в сети, оценивают и в 85 тысяч рублей. Именно столько просят за аренду вездехода до Мормонска. Сумму могут разделить 8 пассажиров. Чего только не сделают, чтобы успеть на работу вовремя. А ведь с Мормонска еще нужно улететь. Аэропорт был открыт все время, сообщают при службе в воздушной гавани. Но рейсы по различным причинам задерживались. Календарный конец зимы, время творческих свершений. Так, в Театре Северного флота поставили новый спектакль «Прикосновения». За кулисье перед генеральным прогоном удалось заглянуть ученикам Академии телевидения. Опыта театральных съемок у ребят еще не было. Первое место, куда они отправились, это гримерка. Здесь своя атмосфера, и можно часами разглядывать различные парики и тюбики с красками. Любовь Смирнова – гример-постежор. Три года работает в театре. В данный момент я занимаюсь прической. Я, вот, ну, ложились, сейчас немножко подлачимся, чтобы была прическа в стиле. А грим у нас тон, ну и пробочкой мы пачкаем лицо. Там где-то крошки добавляем, вот, чуток, чтобы из военного времени. В роли молодого солдата Андрея Степана Акманов. По его словам, это история о том, как в конце Великой Отечественной войны в уцелевшей церквушке на окраине сожженной белорусской деревни оказывается молодой солдат, который любит картины и мечтает стать художником. Насколько тяжело вживаться в роль узнала у главного героя Вероника Терещенко. Как вам удается вживаться в роль и сделать ее настолько искренней, чтобы зрители поверили в вашу работу? Интересный вопрос. Как удается? Ну, это все начинается с момента обучения нашего в театральных вузах. Вот, поэтому, пройдя весь этот этап обучения, естественно, мы узнаем какие-то нюансы, которые нам помогают при подготовке к роли. Вот, непосредственно в театре, когда мы работаем уже над ролью, что-то нам подсказывает режиссер, что-то мы находим из наблюдений за другими людьми. В церкви «Воли и случая» молодой солдат Андрей встречается с девушкой по имени Адалат. Ее роль исполнила артистка Диана Михайлова. Каждый из них выполняет свое воинское поручение. Им нужно дождаться машину, чтобы вернуть в тыл находящиеся в церкви ящики с музейными картинами. Но внезапно враг оказывается рядом. Какой документ? Какой? Что к 1-2 полагается? Нам приказано отвезти картины в руси. Документ есть? Чуть-чуть, слова. Нет документа, нет документа. Ну, приказ, человек. А ты не здесь. Постановкой пьесы известного драматурга Рустама Ибрагимбекова занимался режиссер Юрий Сергеенко. Будущая журналистка Тамара Адеяшвили поинтересовалась у Юрия Вячеславовича, как он выстраивает отношения с актерами на съемочной площадке. Насколько тяжело выстраивать отношения с актерами? Можем рассказать, но тема очень обширная, да, в двух словах, если тяжело выстраивать отношения с актерами. Потому что актеры, они все, как правило, яркие индивидуальности, и каждому человеку, и каждому исполнителю нужен какой-то своеобразный, я бы даже сказал, индивидуальный подход. Спектакль «Прикосновения» зритель мог наблюдать два дня на сцене театра Северного флота. По какому принципу вы выбираете пьесы? У любого театра есть репертуарная политика. Одно из главных направлений драматического театра Северного флота – это военно-патриотические пьесы. И, собственно говоря, обязательно каждый год мы должны выпускать хотя бы одну пьесу на военно-патриотическую тематику. Режиссер и актеры отмечают, что этот спектакль не про войну, он про людей, про их силу, про желание жить, любить, мечтать, вспоминать о прошлом и строить планы на будущее после войны. Куклы сбросили оковы. Распахнул театр снова грань за гранью в тот же миг дверью. В новый мир для меня. А еще в Мурманске завершился 12-й международный фестиваль «Грани-2023» – творческая лаборатория детских и молодежных любительских театральных коллективов. Он состоялся при поддержке Комитета по культуре администрации города Мурманска. В этом году фестиваль объединил более 300 участников из Мурманской области, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. В течение пяти дней зрители могли увидеть более 20 спектаклей и игровых программ, которые подготовили юные артисты. Сами же гости наслаждались театральной атмосферой Мурманска, но дизельные были здесь уже не в первый раз. Чем нам грани отличаются? Гостеприимством, какой-то душевностью. Всегда приходишь, всегда помогут, подскажут. И фестиваль сам по материалу какой-то очень добрый. Потому что бывают такие фестивали, когда очень много проблем детей, от чего-то такого какого-то доброго, светлого. Бывает, но вот здесь он очень светлый фестиваль. Немножко такой разносолянный даже, я бы сказал, по жанрам. И это подкупает. Среди номинаций фестиваля драматический спектакль, художественное слово, театральная афиша и другие. Всего семь. Мне очень понравилась ваша школа, как все здесь организовано, очень все душевно нас приняли. Мы прям вообще радостные до сих пор, как бы под впечатлением всего этого. Посмотрим, как все это будет дальше. Главная цель таких фестивалей, конечно, поддержка различных направлений детского и молодежного любительского театра. Ребята учатся друг у друга, вдохновляются и пробуют себя в сценическом искусстве. Богата неделя и спортивными событиями. Так, мурманские студенты сыграли в регби, точнее, в его разновидность с приставкой «ТЭК». Эта версия без силовых приемов. Сегодня, на самом деле, исторический момент регби на Кольском полуострове, а именно среди студентов. Команды в ТЭК-регби играют смешанно и, по словам тренера, усовершенствованный вид спорта совсем не так травмоопасен. Играть может каждый, даже без особой подготовки. ТЭК-регби – это идет пояс с двумя лентами, которые подразумевают себя, как в игру в регби, как захват. То есть игроку надо сорвать ленту с пояса, и это означает, что игрок захвачен. Игрок должен будет остановиться и отдать мяч. И войти в игру только после того, как он обратно оденет этот ТЭК себе на пояс. Главная задача в регби – занести мяч за линию команды соперника и зафиксировать снаряд на земле. В соревнованиях приняли участие 5 студенческих команд, всего около 50 человек. Ребята говорят, что сама по себе игра увлекательная и подвижная, помогает выпустить пар. Интересно, потому что можно выпустить эмоции. Учеба занимает очень много времени, работа. Эмоции надо куда-то девать. Вот сегодня представлена возможность выпустить эмоции здесь, в соревнованиях. Команда «Юнармия» заняла третье место. На втором месте студенты из Индии. Ну а лучшими стали воспитанники Мормонского морского рыбопромышленного колледжа. А любителей шахмат собрал вместе турнир «Полярный гамбит», призовой фонд которого составил 250 тысяч рублей. 23 февраля в день открытия соревнований играли в «Близ шахматы», а уже 24 и 25 числа в «Рапид». Турнир был организован шахматной федерацией Мормонской области при поддержке Министерства спорта региона. Конечно, мы не останавливаемся на достигнутом при открытии соревнований. Андрей Николаевич говорил о том, что пятый турнир – это уже как данность такая. И если это уже стало такой традицией, конечно, мы готовы проводить и шестой, и седьмой, и восьмой турниры. Тем более, что очень отрадно, что турнир действительно набирает популярность. По словам судей, турнир прошел в дружественной, спокойной обстановке. Сложностей с подведением итогов не возникло. Игроки показали себя как настоящие спортсмены, профессиональные. Я думаю, что все победили турниры. Ну, первое место, первое, второе, третье. Ну, призовых мест, насколько я понимаю, наградных мест 11. И будут награждать еще и лучшую женщину, лучшие униоры, лучших ветеранов. То есть призов будет достаточно. В «Близ шахматах» победителем стал международный мастер «Мурманчанин» Матвей Гальченко. А в «Быстрых шахматах» победу одержала трехкратная олимпийская чемпионка Валентина Гунина. И побольше бы таких турниров. Потому что это все-таки опыт. Когда, допустим, я была маленькая, у нас был обмен с норвежцами. И потом я играла в чемпионате города, когда была совсем маленькой. Поэтому чем больше сильных турниров, тем лучше. После такого серьезного этапа увлеченные шахматисты не планируют давать себе долгую передышку и начнут сразу же готовиться к следующим соревнованиям. Например, Валентина Гунина поедет представлять Россию на состязаниях в Узбекистане и Черногории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok